Ребят, всем огромный привет и наконец-таки бетку выкатили, наконец бету выкатили на iOS бета 1.4, друзья. И в сегодняшнем ролике мы с вами не будем смотреть на вот этих питомцев, потому что я их уже показывал в прошлом видосе, да, и я думаю вы видели кучу уже утечек в инсте и в тиктоке. А сегодня вместе с тобой, дружище, мы пойдем и посмотрим на Godzilla. Мы сделаем полный обзор режима с Godzilla. И потом естественно в следующем ролике я думаю я сделаю полный, полнейший обзор на режим King Kong. А перед началом ролика, дружище, попрошу тебя прожать лайк данному видосу, нажать в колокольчик и написать любой комментарий по теме ролика. Так, ребят, момент истины для меня, я еще не заходил, поменял только на строку, вот черная дыра, смотрите, охренеть, выглядит красивее. А Godzilla почему-то сзади выходит, не с нее, а сзади. Ну слушайте, такая махина огромная. Ой-ой-ой-ой, этого и корейский, и не китайский пап. Орет. Это выглядит охеренно, ребят. Это выглядит нереально круто, если конечно это надо папку вообще. Если вы за это или нет, не знаю, ребят, но выглядит это нереально круто. Напиши, кстати, в комментах, как ты относишься ко всем таким нововведениям папочки. Так, и что у нас по карте? Ух, нихера себе, тут на карте всякой херни понатыкано. Офигеть. Куда же лететь и падать? Где Godzilla сама? А, вижу, приморский Godzilla. Давайте на Godzilla и полетим. А видно ее? С ее даже самолета видно, ребята, нихера себе она огромная. Это просто дичь. Друзья, для тех, кто хочет поиграть уже прямо сейчас и не знает по какой-то причине, как скачать бетку, я обязательно в конце видоса покажу, как скачать и установить, и настроить бетку. Ребят, там ничего сложного нет, тем более, что вы все это дело делаете через твой аккаунт PUBG Mobile. В настройках там все очень легко и просто. Поэтому, кто еще по каким-то причинам не разобрался, в конце ролика я обязательно покажу, как это сделать. Ну и смотрите, вон, ящер. Конечно же, первым делом мы попытаемся упасть на него. Попытаемся прыгнуть на него. Что еще остается делать? Полетели. И я думаю, что он сходу меня раздавит и придется перезаходить в катку. Посмотрим. Он огромный, конечно. И анимация так красиво сделана, хвост не каменный, как было в Китае. Но вот сейчас, конечно, перехвалил я разрабов, сейчас хвост ушел под дорогу. Но ничего. Ой, звук, слышите? Охренеть. Заряжается. Вау, но и выглядит очень красиво. И все челы на нее падают. Ребят, звук нереально круто сделан. Вот звук, я прям слышу, как проработано. Разрабы, молодцы. Да, 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 все пытаются попасть на Годзилу. Не, просто чел пролетает. Ну, ребят, я должен это сделать. Вдруг у меня как-то по-другому выйдет. Не, мы просто сквозь нее пролетаем. Я прям вот по звуку чувствую, что все ее мощь. Только не убивай нас, Годзилла сразу хвостом своим. Смотрит, смотри. Вау, это дева. Я чувствую себя частью фильма на данный момент. Но это только в первую катку, ребят, я уверен. Потом дальше, когда уже выйдет полноценное обново 1.4, всем будет похер на нее. Она интересна только в первые секунды. Куда она валит? Вон, видите, Годзилла кого-то убила. Даже в клчате есть. А меня можешь? Годзилла. Ой, смотрите, какой... Что это такое? Что это такое? Это что такое за уродец? И что, они сейчас будут хватиться? Охренеть! Не, это был в одну калитку, конечно. Ой. А если пострелять по ней? Ээээ, чебурашка? Так, ладно, ребят, я должен это проверить. Я должен подойти под хвост, так сказать. Годзилле дать под хвост. потом под ногу стать что будет но пока не коцает смотрите откид а сейчас ну вообще не кусает откидывает у не коцает это вот коцает очень странно и у нас сейчас будет разваливать это здание так в китайской пятки было покричала покричала и сейчас по идее хвостом будет валить до кушай ну это очень круто выведет это выглядит нереально круто под ногу хочу стать ей так хер догонишь ну остановись животное стой не хочет она меня убивает ребят но ни в какую друзья я сейчас очень сильно хочу полететь на папичи посмотреть добавили ли нам стекла в дома посмотреть добавили ли стекла в транспорт посмотреть добавили ли анимацию парашюта я таки не посмотрел кстати завтыкал и многое многое другое поэтому нам надо выйти в меню и начать заново видите здесь как-то неправдоподобно хвост проходит меня откинул за 100 метров но возможно это бетка и все поправят хотя я сомневаюсь я думаю что вот так она и будет выглядеть дальше а вот сейчас она разворачивается и смотрит прямо на меня друзья глаза в глаза смотрите богу вот цвет меня хочу не убила но про косого хорош не успею под ноги ну что друзья тогда давайте встречаемся уже я думаю чуть дальше ребят но я думаю вы все видели я максимально пытался так чтобы она на меня наступила но ничего не произошло на меня не убила зато я нашел воздушный шар они на карты отмечены я завтыкал такое помните на сануке у нас было когда-то полетели посмотрим куда мы сможем залететь максимум а почему-то только вверх ну давай почему по сторонам что ли нельзя управлять за дичь или это я что-то не так делаю вот и персонаж двигается и все просто вверх подняться мы стоим на месте или летим ходу на месте вы то бред то ли я делаю то ли сам шар короче мне пора уходить а парашют раскрылся дичь даже убийцы нормально не могу ребят вот эти какашки и и точняк забираем годзилей помет и забыл что их добавили и там есть вот мы сейчас на ботинки за тестим вот он так ешь взял ребята я не могу взять этот помет в руки кстати почему-то ну под пред не могу походу тест какашек и получится сделать но они взрываются как гранаты а почему я не могу взять ну блин разрабы спасибо вам потестил короче ребят какашки тоже добавили и так добавили ли нам стекла к сожалению ребят стекла нам не добавили по крайней мере на уаз а если включить первое лицо спидометр спидометр тоже нам не добавили да что ж такое когда уже разрабы ну когда китае давным-давно все есть но почему так тяжело добавить эти долбаные стекла почему и в папичи ребята думаю тоже стекла не будет почему-то я уверен сейчас попробуем возможно седан добавили стекла но я сомневаюсь давайте еще проверим спидометр на баги уже здесь есть но опять я очень и очень сильно в этом сомневаюсь переключаемся на первое лицо и ну друзья здесь даже стрелок не став добавили они даже стрелку не добавили не то что анимации для нет давайте папич папич где здесь ближайшие около шелтера и нам надо еще на монстров поехать на красненького и на синенького посмотреть что это за монстры я думаю там монстры одинаковые просто уровень сложности разные а годила не отмечена как она идет но я думаю что чего друзья в принципе я даже рад что произошел тот баг потому что вот сейчас перри зашло в игру и мы вместе с тобой увидим добавили ли анимацию парашюта также воду полетим на дома в которых я знаю точно в китайской версии есть окна и посмотрим на все-таки есть зеленый синий и красный вид этих демонов а вот почему только здание называется апекс видите слева на карте перечень идет page 12 page 12 и апекс очень странно можно было при fire просто назвать так и вот здесь были стекла в доме точно китайской версии папка а ребят смотрим на анимацию парашюта я завтыкал давайте посмотрим на анимацию парашюта если она конечно есть анимации парашюта не добавили стекла не добавили да ладно но разработчики так тяжело добавить такие мелочи вы добавили километровую годзиллу на карту а какие-то маленькие стекла вы не смогли добавить причем с китайской версии они же есть уже у вас все проработано я не понимаю напиши дружище в комментах если ты тоже не понимаешь почему разрабы до сих пор не добавили нам стекла нихера себе это за торгова лютый какой-то бот бежим на монстров а ее ребята смотрите что я нашел да ладно это же прб она со стеклами ничего себе разрабы как-то ничего себе ой-ой-ой ребятки я и забыл за нее какой звук приятный охренеть а спидометр но нет стрелки не двигается но все-таки потихоньку разрабы добавляют нам стекла спасибо так нам надо ребят поехать на синего монстра сначала а потом уже на зеленого и на красного так и сделаем но купешечка смотрится очень и очень круто и звук у нее нереально приятно до скольки сможем разогнать а ну сейчас как раз по ровной трассе на playstation я смог до 141 разогнать км в час а здесь и да ребят кстати годзилла все таки убивала там и ногами и хвостом и огнем пил чате у еще на ппп пил чате все по-разному пишется типа разные убийства еще одна пп да ладно по 46 смотрите по 47 ну давай давай 148 давай еще одна рпх 151 151 как золотую эмираду разогнал давать их золотую эмираду разогнал топчик до за килл чат гадила разными способами убивает там не повезло что она на меня не наступила и хвостом не убила не своей энергетической волной но я вам скажу так ребят то что нет маршрута и и это все полная херня потому что можно сделать вот так смотрите и проследить ее карту вот она идет на красное здание ки разрушила потом пойдет сюда потом сюда и потом естественно куда-то сюда очень предсказуемо и я вам даже больше скажу за время вот пока я катал и вот искал рб а монстров сейчас поеду если честно меня начало уже немного подкумаривать вот эти звуки и и шаги и верю реально вот немного песен поэтому скорее всего по это режим будет на пару раз зайти покатать и забыть мне кажется вы ее как анимация да ладно нихера себе ребят кстати зацените номера номера конечно топчик номера топ удачи в топе смотрите gta это мафия сейчас анимация крутая у тачки да это мне кажется что-то новенькое такое как с аэропланом совсем другая своя анимация в этой тачке поэтому она и быстрее всех тачек и она двухместная друзья на двухместных еще одна а вот и оба здесь синенькие так пусть и походу они но это с фильмом все связано с фильмом лучки лучки такая жаба здесь ребят запомнили просто посмотрим оба разные или одинаковые везде хватиться и с ними не хочу никогда мне так это синенькие были едем в зелененьким поэтому он не рассчитывайте на то что будете постоянно как но это как режим метро на любителя в метро я пару раз поиграл и я и даже не захожу уже очень и очень много времени так здесь такие же могут паук 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 и такая жаба должна быть не здесь просто два паука видите здесь просто два паука не знаю как называется та жаба если ты знаешь название пожалуйста напиши в коментах потому что фильм я еще не смотрел я боюсь мне бенза не хватит едем на красный на последний да вы скажете виталик там же стояла . почему ты нельзя не знаю потому что хотел на этой тачке поехать я надеюсь с горки сейчас да 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 топчик ой как раз сейчас можно попайтиться с этими мобами посмотреть лютые они или нет прощай прощай ребята пока я бегу к мобам пожалуйста кто еще не прожал прожил прожмите лайк то не подписан на канал по какой-то причине обязательно подписывайтесь потому что еще будет очень и очень много всякого крутого контента много видосов обучала и так далее эти скоро будут очень и очень годные коллаборации поэтому оставайтесь на канал чеки друзья а там и альфа тест кстати не за горами папни стоит так ну и вот здесь обещают что самые лютые оба здесь мне кажется или костей побольше наверное кажется хотя хэзэ по идее здесь должно быть два паука и 2 тех жабы в этом не почему-то так кажется самом-то деле может отличаться не этого паука и одна жаба у плох вообще изи на развал ни хера себе косы паук ты не лох ты не лох зарывается по землю да ладно сейчас выскочит и убьет меня уже мне сразу показалось что они вообще никакие а все разбавил а есть лут с них ну да это же так реалистично понятно ребят в принципе весь обзорчик мы прошли и теперь как и обещал покажу как скачать бетку для тех кто еще не знает где скачать если не знаешь как скачать бетку все очень и очень просто заходишь на своем основном аккаунте в события рекомендовано самый низ приглашение на бета-тест но это так на иос на андроидах она повыше будет где-то вот здесь или здесь без разницы нажимаешь приглашение на бета-тест get it здесь тебе предложат сгенерировать код и нажимаешь генерировать код генерируется твой код ты его копируешь и нажимаешь на вкладочку загрузите тестовый сервер вот и все и просто качаешь его так это выглядит на иос устройстве на android ребята то же самое